Здравствуйте, дорогие друзья! И пламенный привет вам из Праги. Родилась она в Украине, но последние 22 года я живу в Чехии. Родилась в обыкновенной рабочей семье и почему-то была очень полезным ребёнком. И все эти последствия подтянулись в мою взрослую жизнь. Наверное, поэтому я мечтала быть врачом. Вышла замуж, родила троих детей, строили с мужем дом. И так как денег катастрофически не хватало, мы решили поехать в Чехию на заработки. Через некоторое время мужа, его 36 лет, мужа сбила машина, и он ушёл из жизни. Легко ли было мне в чужой стране без знания языка? Нет, нелегко. Тем более, что перед этим некоторое время я работала секретаром сельского совета, а тут мне пришлось закатить рукава, мыть посуду, мыть полы, мыть туалеты и даже мыть и полососить автомобиль хозяину ресторана. Да, было унизительно. Но я это делала, потому что у меня было своё зачем, своё для чего. Для того, чтобы мои дети жили лучше. В глубине души я мечтала о другой жизни. Мне хотелось увидеть мир, потому что кроме Чехии я нигде не была. Я мечтала о своём автомобиле. Я очень хотела быть полезной людям. А когда есть посыл, то Вселенная нам посылает возможность. Только очень часто мы так спешим в жизни заработать маленькие деньги, что мы не видим эту возможность и приходим мимо. И говорим себе, может быть, когда-то в другой раз. Но жизнь не вечна, она бесплатечна. И я благодарю Бога и благодарю сама себя за то, что я не упустила этот шанс, который пришёл в мою жизнь в лице серебряного мастера Елены Моториной. Сначала я поверила в продукт, получив шикарные результаты по здоровью. И у меня... Я избавилась от всех хронических заболеваний. Я смогла помочь трёхлетней дочери, которую я родила, выйдя замуж в Праге. Я получила энергию жизни. И даже моя внешность начала меняться. Мне на каждом углу знакомые и друзья говорили, что я помолодела, что я покрасивела. Но со временем Елена мне предложила заняться этим как бизнесом. И это меня очень насторожило. Потому что для меня лично в то время слово «бизнес» было ругательное. У меня с детства был стереотип, что бизнесмен — это богатый человек, но он обманывает других. А я не хотела такой быть. Поэтому Елена предложила мне поехать на события в Алужту для того, чтобы разобраться и понять, что это другой бизнес, что это благородный бизнес, где ты помогаешь другому и помогаешь сам себе. Но узнав, сколько это стоит, я сказала, что мне нет таких денег. И я услышала ответ. Нет денег — и не будет. Но, заметьте, в моё изумлённое лицо она продолжила. «Если то, что ты делала до сих пор, тебе не приносит денег, значит, надо что-то менять в этой жизни». А потом ещё задала вопрос. «А когда ты последний раз была на море?» И этот вопрос ещё более резонул мою душу, потому что до этого я никогда не видела море, только в телевизоре. Видеть море, пройтись по берегу моря — это было одной из моих заветных мечт. И последняя её фраза, когда она уходила, была такая. «Если ты сильно захочешь, ты найдёшь эти деньги». И так и случилось. Путь к мастеру не был быстрым, но это было становление самого себя. С того времени я не пропускала ни одного события. Именно они помогали мне меняться. Именно там я находила другое общение. И я сейчас точно знаю, почему так долго я шла к мастеру. Сегодня я знаю, что такое быть успешной. Сегодня я знаю, чего я хочу. А я хочу стать экспертом в своём деле. А это не что другое, как рабой. Я хочу быть максимально полезной каждому человеку, кто уменьшит. Я хочу рассказать о своих ошибках, чтобы вы их не повторяли. Надо слушать и принимать во внимание советы того человека, жизнь которого может быть вашей мечтой, примером для вас самих. Обращать внимание на советы того человека, который сам прошёл этот путь. Слушайте своего наставника и делайте то, что он говорит, потому что никто другой не заинтересован в вашем росте, так как ваш наставник. И пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всю свою спонсорскую вертикаль и тех, которых нет на сегодня с нами. Я помню, когда Ирина Гейер вручала мне значок директора. Она обняла меня и прошептала на ухо, «Александра, у тебя всё получится». И я знаю, что она сегодня радуется вместе с нами. Моя неисчерпаемая благодарность руководству компании за то, что они создали такую мировую возможность. И, конечно же, моя сердечная благодарность моим лидерам, моим первым мастерам Светлане Шек и Виктору Тендеру, моей всей команде и тем, которые ещё не в статусе, но они стремятся и находятся на пути к мастерству. Вместе мы сила. Маленький бизнес строится в одиночеству, а большой бизнес строится командой. И я горжусь тем, что у меня такая команда. Я нашла своё зачем. Своё ради чего? Ради того, чтобы видеть радостные и счастливые глаза мамы, которая, когда узнала, что я стала серебряным мастером, она даже спать не могла. Она лежала и представляла себе, сколько всего мы сможем сделать возле дома. И новую крышу, и забор, и много-много всего. Ей захотелось жить. У неё появился стимул жизни. Ради того, чтобы видеть, как гордятся мной мои дети и слышать их восхищение в словах «Мама, какая ты красивая в этом длинном платье». Ради того, чтобы мой сын подошёл ко мне, обнял меня, и мы молча стояли несколько минут. И не надо слов. Мы понимаем друг друга. Ради того, чтобы увидеть, как муж радостно улыбается, когда слышит, что самый быстро развивающийся лидер Чехии — это его жена. Ради того, чтобы помогать другим, у кого есть цели, и кто готов действовать. И я знаю, что все, кто пришли сегодня на форум, это будет точкой отчёта вашу новую жизнь. Я всем желаю успеха! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!